всем привет с вами снова канал блокчейн ток свежие новости в сфере крипто и блокчейн индустрии не заставили себя ждать меня зовут лера коломит и нам есть о чем поговорить сегодня в выпуске первый алтарь биткоину можно ли уже купить пиццу за биткоины владимир путин поддерживает развитие новых технологий блокчейн в автомобиле и еще много интересного начнем криптофаны установили алтарь самый популярный в мире криптовалюте на улице пролетарской в самом центре екатеринбурга первые фото появились социальной сети вконтакте на странице паблика типичный екатеринбург 28 февраля на них видно что жители города приносят на алтарь гильзы камушки ракушки и прочие безделушки это не первое подобное сооружение в честь криптовалют в стране так в конце прошлого года уличный художник соорудил памятник боли для тех кто не может позволить купить себе биткоин скульптура под названием дзен и боль представляет собой печальную фигуру сидящую в позе лотоса между значком американского доллара и биткоином находится она в санкт-петербурге на пересечении невского проспекта и набережной реки фонтанки ласло ханыч человек который совершил первую в мире транзакцию биткоин для покупки физического предмета а именно двух пицц за 10 тысяч биткоинов по словам ханыча сделка все еще демонстрирует основную предпосылку того как это работает для повседневных транзакций это может быть магазин пиццы принимающие оплату напрямую со своей собственной нодой lightning а самое интересное что в городе киеве с 23 июня пятнадцатого года частный магазин натуральные продукты начал прием криптовалюты bitcoin на кассе магазин расположен на улице механизаторов 2 пока все развитые социумы планеты а также некоторые украинские магазины уже принимают биткоины некоторые постсоветские бизнесмены все никак не проведут интернет к себе в офис дела плохи господа но не все еще потеряно компания скорбница совместно с группой компаний партнеров в ближайшее время представит новую уникальную услугу кредиты под залог криптовалют руководитель отдела маркетинга компании скорбница иван и патов заявил что внедрение этого проекта обусловлено стремительным развитием криптовалюты блокчейна в мире наши клиенты смогут пользоваться деньгами в то же время получить доход от роста и курса криптовалют в будущем процесс получения кредита максимально прост следуя несложным инструкциям можно быстро и без лишних формальностей получить кредит для упрощения клиентам будет предложен калькулятор с помощью которого можно будет определиться с типом и объектом криптовалют для залога сроком и суммой кредита владельцы криптовалют смогут получить кредит в гривне на срок до 31 дня с правом пролонгации как только задолженность по кредиту будет погашена вся сумма криптовалют которая передана в залог возвращается заемщику в полном объеме верховный суд россии принял к рассмотрению жалобу по делу о блокировке информационного ресурса о криптовалютах bitcoin info.ru по мнению экспертов решение суда по этому процессу может стать прецедентом для всех дел о блокировке криптовалютных сайтов действующее законодательство не запрещает распространение информации о криптовалютах электронных деньгах и новых технологиях взаиморасчетов а сайт не предлагал осуществление на своей платформе каких-либо транзакций между участниками оборота криптовалют в чем его обвиняют защита пыталась обжаловать это решение в санкт-петербургском городском суде но суд отказался ее рассматривать по формальным причинам дело bitcoin info.ru это первое дошедшее до рассмотрения верховным судом жалобы владельцев сайтов на решение о блокировке юристы центра цифровых прав считают что принятие этой жалобы важно не только в контексте спорных блокировок информационных ресурсов о криптовалютах но и для интернет индустрии в общем сам факт передачи жалобы на рассмотрение судье верховного суда означает что суд выявил основания для пересмотра судебных актов по делу это решение действительно может стать прецедентным и определить являются ли криптовалюты в россии запрещенными денежными суррогатами российские законы не должны препятствовать развитию в стране бигдата электронной коммерции и технологии блокчейна заявил владимир путин выступая с посланием федеральному собранию глава государства заявил о необходимости в ближайшее время создать передовую законодательную базу снять все барьеры с разработки и широкого применения робототехники искусственного интеллекта и беспилотного транспорта речь идет о развитии технологий отставание в этой сфере недопустимо технологическое отставание несет риски утраты суверенитета от нас ждут сильного ответа и мы готовы дать такой ответ подчеркнул владимир путин 22 февраля в пресс-релизе парше назвал себя первым автопроизводителем успешно внедрившим и испытавшим блокчейн в автомобиле технология блокчейн имеет невероятные возможности от открывания и закрывания дверей автомобиля до создания новых бизнес-моделей парше сообщает что технология может быть применена также для повышения уровня безопасности и надежности беспилотных машин финансовый аналитик компании oliver derring выразил уверенность в огромном потенциале блокчейна он заявил что с помощью блокчейна мы можем перемещать данные быстрее и безопаснее это дает клиентам чувство спокойствия вне зависимости от того заправляются они паркуются или же им нужно предоставить третьей стороне вроде курьера временный доступ к машине представители парше говорят что блокчейн позволит ускорить процесс открывания и закрывания дверей автомобиля в шесть раз поскольку машина станет части блокчейна это сделает возможным прямое оффлайн подключение без соединения сервером напомним что сейчас для того чтобы дистанционно открыть автомобиль до сих пор требуется интернет-соединение а машина должна быть синхронизирована со своим эквивалентом на сервере другие компании работающие в автомобильной индустрии также экспериментируют с технологией блокчейн к примеру поставщик zf банк ubs и компьютерный гигант ibm работают над проектом кара и и болит позволяющим проводить транзакции на заправочных станциях многоуровневых парковках и платных стоянках крупные банки такие как джейпи и морган кейс все чаще начинают воспринимать криптовалюту как серьезную угрозу своему будущему в опубликованном вчера годовом отчете джейпи и морган кейс впервые признали цифровые активы такие как bitcoin и эфир факторами риска для своего бизнеса и назвали их новым видом конкуренции в годовом отчете банков америка говорилось о риске перехода клиентов на продукты и услуги в спекулятивных и рискованных областях вроде криптовалют представитель джейпи морган кейс отказался комментировать данную информацию интересно что банк в последнее время проявляет все больше внимания к технологии блокчейн и криптовалюта на данный момент джейпи морган кейс разрабатывает собственную блокчейн платформу на основе эфира глава джейпи морган кейс по блокчейн инициативам умар фарук заявил что сотрудники банка полны энтузиазма и жажда внедрению блокчейна во внутреннюю работу организации блокчейн источник вдохновения люди удивлены тем насколько это удобный способ взаимодействия с клиентами заявил фарук седьмого февраля недели позже джейпи морган кейс выпустили 71 страничный исследовательский отчет который обрел название библия биткоина в нем больше внимания уделяется исследованию проблем связанных с биткоином и другими крупными цифровыми активами вроде ripple отчет был завершен словами возможность освоения банком технологии блокчейн может привести по нашему мнению глобальным изменениям во всем секторе в соответствии с новыми правилами пользования крупнейший в криптовалютной индустрии процессинговый сервис битпэй начал рассылать пурно артистам письма в которых уведомляет о скором прекращении обслуживания одно из таких посланий опубликовала актриса сафран в письме говорится о том что из-за недавнего обновления в правилах пользования битпэй скоро перестанет обрабатывать платежи мерчантам предоставляющим откровенно сексуальный контент они понимают что смена платежного оператора может оказаться дорогостоящей для любого бизнеса и предупреждают о том что у актеров есть два месяца на то чтобы найти альтернативного провайдера платежей прежде чем ваш аккаунт битпэй будет заблокирован 25 апреля восемнадцатого года такой выдалась эта неделя наш выпуск подошел концу и мы хотим напомнить что только с вашей помощью мы сможем привлечь еще больше внимания крипто сообществу и заставить государство считаться с нашим мнением подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки в студии с вами была я лера коломеец увидимся на следующей неделе а